Матч с трактором Можно сказать, что просто размялись в преддверии матча с трактором? Это было только тренинг-сессионы, предыдущего матча с трактором. Нет тренинг-сессионов в этой лиге. Каждый матч очень разный, каждый матч очень тяжелый. И если он не был фокусом, то это будет тяжелый матч. Не только варм-сессионы, это еще один матч. Ни об одной игре в KHL нельзя сказать, что это тренировочный матч. И могу точно сказать, что если бы мы к встрече с автомобилистом отнеслись как к разминке перед трактором, то такого счета вы бы точно не увидели. Мы вышли с фокусированными, и поэтому нам удалось показать хороший хоккей и выиграть. Тем не менее, противнику уже ничего не нужно было. Но все равно противника не было очень активно. Это было бы не влияние, что это было бы не влияние? Да, это было бы, как они выиграли на этом игре. Они не были вредными. И у нас был игрок под контролем, даже в 2-минутах мы потеряли немного фокус и начали совершать ошибки. Но, кроме того, я думаю, у нас был игрок под контролем. Совсем скоро плей-офф, вы не устаете от тех разговоров, которые постоянно муссируются, когда СКА выиграет Кубок Гагарина, да и все это и прочее? Да, 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 да. Да, всегда так. Я думаю, что это в каждой команде. Если ты ближе и ближе, ты думаешь о плей-оффе. В каждом игре сейчас – это подготовка для плей-оффа. И мы должны это так. И если у нас есть легче, как сегодня, мы должны это подготовить для плей-оффа. Ни от чего удивительного в этом нет. Это всегда так. Чем ближе плей-офф, тем больше разговоров о том, как команда выступит в решающих матчах сезона. И, безусловно, каждая игра для нас сейчас в том числе является и подготовкой к плей-офф, даже с не особенно мотивированным соперником, каким был сегодня автомобилист. Возвращаясь к предыдущему вопросу, могу сказать, что действительно чувствовалось, что команда, я имею в виду соперника, на каком-то этапе перестала бороться и уже сдалась. Особенно в третьем периоде это было видно. Вчера Илья Ижов сказал о том, что многие хвалили Артюхина за охлаждение пыла. Вчера Илья Ижов сказал о том, что многие хвалили Артюхина за охлаждение пыла. Были ли вы среди этих игроков? Что вообще думаете о предыдущем том матче? Как вы думаете о том, что происходит? Это довольно просто. Мы команда, и все, что мы делаем на земле, мы делаем как команда. Так что мы никогда не будем против друг друга. Так что я имею в виду, как команда. Очень просто. Мы команда, и у меня такое же мнение, как у остальных ребят. Мы все делаем вместе, и этот эпизод, в общем-то, довольно-таки простой, и я придерживаюсь такого же мнения, как остальные ребята. То есть благодарили его в том числе? Какие слова? Это значит, что вы также благодарили ему за защитить команду после этого инцидента? Я думаю, что я ответил на ее вопрос. Я думаю, что я уже ответил на ваш вопрос. Вы перестали бриться, чтобы не исполниться удачей перед ТО? Вы перестали брать, чтобы не было счастья перед Клеймерами? Не, но я обязательно сделаю еще один еще шейф, и после этого я перестал и готовлю для плей-оффа. На данный момент нет, но вопрос действительно актуальный, потому что перед плей-офф я вобреюсь, и во время игр на выбывание уже бриться не буду на удачу. Редактор субтитров А.Семкин